Мне хотелось бы спросить вас, чувствуете ли вы, что цвеча Андрея Тарковского перешла вам в каком-то смысле? Ну, вы знаете, образно говоря, «Великая тень учителя», как принято было говорить, у тибетцев, она витает над всеми нами, режиссерами XX века, потому что его влияние, мне кажется, было огромным. Не случайно можно в прессе встретить вдруг такие фразы критиков, того же Ларса фон Триера, что они со временем Сакурова вспоминали, но меня, естественно, вспоминали, еще кого-то, пытаясь выяснить влияние Тарковского. Оно неизбежно в том плане, что он ярчайший представитель авторского кино, то есть в нем еще, в любом смысле, такая идеология авторского кино, которая была воспринята многими режиссерами, в том числе ими Майдами. Поэтому вот так можно говорить, в этом плане, если говорить непосредственно стилистически, что пытались какие-то критики делать, которые не очень любили авторское кино, не знали, к чему придраться, и они говорят, вот там вода течет, и у вас течет вода. Это почему? Я говорю, вода течет еще в миллионе фильмов, совсем нет. Понимаете, это как бы аргумент очень слабый. Ну и так далее, понимаете, а на самом деле влияние-то оно духовное, это понимание искусства. Мне посчастливилось делать и первый вариант его лекции, когда учился на ваших курсах в Москве, он у нас читал лекции по кинорежиссури. И потом он меня взял на практику на «Сталкер», и была возможность общаться, и однажды он попросил вот систематизировать его лекцию. Он знал, что записывал лекцию подробно. Вот, и вот по его предыдущим записям с Машей Чугуновой, его ассистенткой. Вот был сделан первый вариант, он опубликован был в искусстве кино потом. И благодаря этому варианту тоже многое домысливалось, и я обратил внимание, что в основном-то лекции даже не о каких-то супруга кинематографических вещах, а скорее философских, а о понимании сущности искусства, что есть. Мы всегда говорили, что искусство – это как великая книга, это поступок прежде всего. Вот понимание твоего произведения как поступка, как нравственного поступка. Понятно, что нравственным может быть то, что бескорыстно, значит сразу отпадает вопрос коммерческий, который столь сильно оболевает наших коллег сегодня. Вот, и всякое такое. И просто отношение к этому, он так полушутияно говорил на лекцию, говорит, ну, ребят, ну как это, смотрите. Раньше человек собирается писать икону, он сорок дней постился, он там, он там, потом он приступал. Или, говорит, вот в Японии там примерно так же поступали творцы, вот, а вы, говорит, неделю пьете и потом, значит, бумагу. Разве так делают? Ну и так далее. А вот, это все шутки, но в этом есть серьезная доля истины, потому что другой подход к искусству, понимаете, ну как это. Вот он был квинтэссенцией этого мировоззрения во многом, он отстаивал, но не только он, он был, может быть, самая яркая звезда, но это был период таких очень значительных авторов, именно авторского кино, именно все известно, не будет повторять. Такая эпоха была, вот, ну, то, что она отошла немного, что человечество решило, значит, поднять на свой счет несколько другие идеалы, но это проблема человечества, понимаете. Вот, по крайней мере, я остался уверен тем принципам, которые я, как у учителя, у него воспринял, и не я, и очень многие, кто имел к нему отношения, вот, и, в общем, считаю, что это подлинный путь воскресе, поэтому тут, так сказать, спор вряд ли возможно. Но вот вы все-таки пессимист или оптимист? Ваши фильмы, они пессимистичны, но в то же время у них есть какой-то проблеск оптимизма, на мой взгляд. Вот, скажите, какая философия вам ближе? Ну, понимаете, прежде всего надо сказать так, любое произведение, в том числе мое, это слепок души автора. И в разные периоды жизни состояние души автора разное. Значит, поэтому они, на мой взгляд, отличаются не только стилистически, а такими более мировоззренческими вещами. Как любой автор, прежде всего, мне очень важно все-таки создать эстетический продукт. Он многозначен, он впитывает в себя какую-то философию, какое-то мировоззрение, какой-то взгляд на мир, безусловно, это в основе даже авторская позиция любой, но все-таки это эстетический продукт, и вот эти взаимоотношения, рождающиеся от того, что это искусство, оно более многозначено, оно многослойно, и не так просто, может быть, понять смысл в него. Что касается такого фундаментального определения пессимиста и оптимизма, я не знаю. Понимаете, дело в том, что, ну, может быть, не самый светлый взгляд у меня на мир, и, так сказать, ну, это мне, наверное, присуще. Хотя есть на кого сослаться, тоже Блок говорил, что оптимизм – это очень убогое мировоззрение, которое они понимают в своей трагичной жизни. Поэтому, ну, будем считать, что я понимаю трагичную жизнь. Так скажем. Ваши фильмы очень художественные, это синтез искусств. И вот в какой степени повлияло ваше образование? Я знаю, что вы музыкант тоже по профессии, да? Ну, в профессии учились в музыке, в консерватории сейчас. Как это повлияло на вас, и вообще почему, собственно, вы стали заниматься кино? Ну, смотрите, дело в том, что, возьмите биографию очень многих режиссеров, вы увидите, так сказать, довольно значительное музыкальное образование. Говорят о том, что, скажем, Андром Кончаловский, говорят, просто был прекрасный пианист. Андрей Васильевич, у него хорошее музыкальное образование. Ну, многие, многие, многие. Ну, тут есть какая-то связь, наверное. И просто человек не сразу приходит к кинорежиссеру и к этим областям деятельности. Ему пришла вот какая-то более, так сказать, простая, доступная деятельность в искусстве. Чаще всего это либо живопись в школе, либо музыкальное образование, что чаще всего. Поэтому, думаю, тут какая-то закономерность есть присущая не только мне, а вообще всем. Ну, у меня так вышло. Значит, я очень благодарен этому, потому что, ну, музыкальное образование развивает эстетическое чутье в человеке, неизбежно. Ну, если он учится достойно, и, в общем, как бы, у меня неплохие были успехи на этом поприще. Вот. Но потом понимаешь, что этого тебе мало, и надо из этого уходить, и вот так возникла идея перейти в кино. Ну, вначале была театральная режиссура у меня, вот так получилось, три года в Кетербурге. А потом уже поехал в Москву на высшие режиссерские курсы, уже вот где и встретился с Андреевским. И мне кажется, влияние живописи тоже сильное в ваших фильмах. Там очень красивая композиция, освещение. Вот то, что я считаю сейчас отсутствует на многих фильмах, которые даже показывают на Каннском фестивале, или Берлинале. Многие фильмы так неаккуратно снятые какие-то. Там отсутствует, на самом деле, концепция какая-то. Просто вот что-то снято так неаккуратно, без освещения. И вот считается, что это авторское кино, и... Ну, это тенденция такая, да. Ну, это, как сейчас принято говорить, тренд такой. Он мне не близок, сразу говорю, потому что, ну, тоже Тарковский уже, если мы о нем говорим, посмотрите на этот фильм, это не помню, о каком он говорил. Там каждый кадр как, ну... А, вот так он говорил, по-моему, что вот возьмите великую живопись, вот даже если вырезать маленький кусочек, вы поймете кусочки этого холста, что перед вами шедевр. Вот, то есть качество каждого кирпичика в произведении, оно должно быть совершенное. Вот была его позиция. Я думаю, абсолютно верно. Но это не значит то, что верным был бы путь такой глянцевой красивости. Одно дело красивость, а другое дело все-таки образность и выразительность. Ну, мне кажется, это очень важная выразительность, потому что это визуальная искусство, как без этого. Стих же этот, о котором вы говорите, это как бы уже такая документальность, дескать, вот жизнь, она сумбурна, и тут сумбурна, и поэтому так. Ну, это одно из направлений, но... Сейчас оно в большей степени в фаворе и привлекает внимание в тех же фестивалях. Ну, как волна, но сейчас привлекает, потом привлекать не будет, я не знаю, это же очень быстро меняется, мне кажется. А по сути, по сути, все-таки без визуального ряда, продуманного и несущего свои смыслы, ну как без этого, мне кажется, просто кино невозможно. Хотя есть грань другой. Коммерческое кино ушло в такую сильно выраженную красивость глянцевую. Появилось огромное количество школ прекрасных кинооператоров, которые снимают очень красиво. И возможности технические для этого возникли. И поэтому, так как коммерческое кино ушло в ту сторону, то антерское кино сказал, нет, а мы пойдем другим путем. Так возникла вначале догма, как форма съемки по монетажу у Варса Фонтриера. А потом вот это уже стиль такого под документ, что очень так сильно сейчас выразено было в румынском кино и так далее. И даже концовка фильма, вот видите, там 9 дней, 9 недель, это известный фильм, он кончается, как будто оборвался. Ну вот это такой стиль. Можно и так. Я говорю, произведение искусства – это слепок души. Вот первая часть вопроса, да? Если слепок души, то когда появляются произведения, в которых вы видите пошлость, то это о чем говорит? Значит, этот яд запал в душу этих авторов присущим. Пошлость. Пошлость мышления, пошлость мировосприятия. Дело в том, что снимать произведение и все время думать о том, как на нем заработать, в этом уже есть пошлость мышления. Да, да, конечно. Как это? Это, в общем-то, торговать с этими вещами. Это такая психология. Одно есть дело – возвышенная любовь, романность любит, а вот есть панель. На панель можно больше заработать, что лучше. Вот примерно такая логика, она же пошлейшая очень, да? А вот, хотя я такой пример, но я его часто студентам привожу, потому что было совсем уже все понятно, где чего какие-то ценности лежат. Вот, и поэтому тенденция времени, да, ну, как бы, желание заработать сильно разъело, так сказать, в какой-то мере. Ну, его хочется учитывать многим. Кино должно как-то существовать. Ну, тут есть мотивации много, и, в общем, не всегда это плохо, когда фильм понятен, пользуется успехом замечательно. Были прекрасные произведения, которые и успехом пользуются, были произведениями искусства замечательными. Тут прямой связи такой уж нет, что, дескать, мы зрителя знать не хотим, мы такие авторы. Нет, дело не так. Но есть определенный конфликт. В жизни в кино сейчас все больше и больше пошлости. Вы так не считаете? Много пошлости. Пошлости заигрывать с властями, пошлости заигрывать с, так сказать, ну, определенность. То есть использовать искусство не для… Оно должно быть самоценно, бескорыстно, самопожертвенно. Ну, это высочайшее проявление духа человека должно быть, да? А начать им торговать и спекулировать в любой форме, там, ради благового отношения с властью, использовать его, там, как, ну, вот, так сказать, заказ, там, какой-то тематический или какой-то… Это же игры все равно, это заработок, но какой-то другой, может быть, не прямой, а только денежно и так далее, ради положения. Вот вокруг этого, ну, обычно те, кто этим занимался, они говорят, ну, как это всегда было, всегда был госзаказ, герцоги заказывали живопис, там, это был… Ну, он был в какой-то мере, да, но художники всегда это подлинно преодолевали в тюльной степени, и чем больше преодолевали, тем в большей степени они поднимались на эверетство и гениальности, понимаете, да? Неизбежно. Поэтому есть такая дилемма, она вечная, может быть, я не хочу никого осуждать, но всегда грустно видеть, когда человек свою бессмертную, как известно, душу продает вот за такую чечевичную похлепку. Что касается сериала, ну, понятно, там совсем другое, там четко выражены заказы, чаще всего бывает. И можно тут смотреть, тут же жестоко закономерно начинают работать, да, ты не подчинился этому заказу там или позиции, но тебя больше не пригласят, тебя не дадут снимать и урежут финансирование. Один из моих коллег, не буду называть, ну, очень циничный человек, а как бы оправдывает оппозицию властей там. Некоторые высказывания Меденского министра нашего года там, что в свое время что мы будем поливать все святые, но особенно те, которые нам нравятся. Ну, понятно, может он и шутил, конечно, но в этом большая доля истина, естественно. И он говорил, а что такое, кто платит, тот заказывает музыку. Откровенно говорит вот коллега. То есть ты говоришь, слышь и падаешь, думаешь, вот он понимает, что он говорит. Он так и живет, он так и снимает, да, как ему музыку и заказывают, да. Вот, но просто, ну, всегда есть такие художники, они были во все времена. Понимаешь? Наше дело выбирать свою позицию. Вот и все. И дальше, ну, понимаешь, ты отказываешься от многих каких-то благ там, ну, а как вот ничем не жертвы? Такого не бывает. Повторяю, Тарковский учил нас и сказал, значит, вот эта лекция, которую я вот там редактировал и готовил встречать, там было сказано, произведение – это поступок прежде всего. Ваш нравственный поступок. Вот это прежде всего. Потом все остальное. И последняя фраза была – не бойтесь создавать шедевры. Призыв мастера был простой и ясный. Человек, который начинает создавать произведение, это огромный труд, где за много лет, без ощущения, что он создает шедевр, он сам себя уже, как бы, выставляет не ту рамку. Даже пусть у него потом не получится, но он должен к этому стремится. А, Ваним, могли бы мы немного рассказать о месте съемок «Сталкер»? Каким оно было? «Сталкер» – это были 3-летние месяца, как раз с 1977 года, когда снимал, за камерой стал Георгий Иванович Рермер, который, кстати, тоже у нас преподавал на высшем ресурсе курсов, он вел у нас операторское мастерство. И оператор, с которым я снимал мою первую работу, у него был тоже ассистент. Ну, об этом месте что сказать? Это место совершенно удивительное, по ауре своей, по Тане. И вообще, я помню, я поехал совершенно больной. У меня была пневмония, но не поехать было нельзя. Я больной, покачиваясь, поехал, понимал, что это шанс вот такой, который никогда больше в жизни не будет. Это практика, куда он меня позвал. Вот. И само по себе место – это зона, это разрушенная электростанция, там течет эта желтая вода какая-то, я не знаю, наверное, ядовитая, потому что пена такая поднималась, и Рерберг поставил витроду, и вот так провели, и эта пена поднялась над водой, это было очень красиво на наших глазах, образом. Вот. А Андрей Сенестр рассказывал, что никаких туристов на площадке, в том плане, что если студентов взяли на практику, то надо работать. И мне поручено было помогать художнику, и я этим занимался, я укладывал там и травку на плотине, там, и эти листики. Замечательный этот кадр я участвовал у меня, когда он создавался, вот там панорама идет, на вершине эта картина снималась, а по травке, как будто это деревья, дальше поворачиваются на воду, в воде отражается небо и берега, а потом поднимаются, и видно, что нет, это было отражение, и вот, в общем, ничего не так. В это же время снимался кадр из тех, которые все наверняка знают, когда панорама идет по воде с лежачими предметами, и было без листики с календаря, которые положил сам Андрей Алексеевич. На листике было 29 декабря, день, когда он через Магальтун, он положил этот листик. Да, вот как. Вот, вот, все. Да, и об этом мы говорили вот с... Жене, 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 Жене... Замечательный режиссер, он был у него вторым режиссером и... Вот, вспоминали. Нет, ну, масса было каких-то таких вещей, но... Я не знаю, находясь на такой съемке, находишься как в эйфории, потому что ты вошел в мир огромного художника и мастера, который как-то, ну, тебе внимание проявил. А было несколько занятий, он серьезно дошелся к практике, он дал несколько поручений разработать какие-то эпизоды, и мы встречались с ним в отеле, я приходил, по-моему, эти разработки показывал, мы довольно долго беседовали об этом, но... Сказать, что я совсем был в курсе, все происходило, нет, даже как многие в группе, это, так сказать, грань-то была довольно отдаленная, но все равно. Но то, что удавалось видеть и чувствовать, я все равно считаю, это передается. Потом-то явилась основа для дальнейших отношений, уже после этого я к нему и домой приходил, переносил свои работы, и уже советовался по учебному процессу своему, и так-то уже человеческо сложились другие отношения, которые уже остались там, ну, до тех, кто пока не уехал. Вот. Поэтому в этом плане такая, в широком плане практика уже была. Духовный учитель. Надо сказать, что я же в Москву, люблю останавливаться в гостинице Мосфильма, а это в том доме, где жил Андрей Арсеньевич. И вот я подхожу, у меня каждый раз такое ностальгическое чувство, висит эта доска памятная Андрея Арсеньевича. В соседнем подъезде это вход в эту гостиницу, где останутся. И когда вхожу, висит два портрета. Эмили Латьяну, который был непосредственно мастером в моей мастерской, где учился, и Андрея Святарковского, который был, собственно, вторым моим учителем. И я просто каждый раз вхожу в места, где мне напоминают. Откуда ты начал, дорогой? Ты же кто должен помнить. Так что вот так вот. И Мил Латьяна тоже выдающийся режиссер. Он был прекрасный учитель. Он был очень благородный человек. На практику он мог меня не отпускать. Обычно ездили к тем мастерам на практику, кто был мастерской. Он тоже в это время снимал картину. Но я пришел ему и честно сказал, что вот Тарковский берет меня на сталкер, я хочу поехать. Он прекрасный, он говорит, да, тебе, конечно, это ближе, езжай, все, без разговора. Потому что это не каждый способный на такой благородство знал некоторых ребят, которых мастера не отпустили. А он отпустил. И в дальнейшем поддерживал. Он очень благородный учил. И учил нас прекрасно, учить надо профессию. Он профессию учил, а дальше кто куда повернет это. Зависело от нас. Он не был ближе к Тарковской, а мы-то там что-то другое. Нет, курсы это в те годы очень уникальное учебное заведение. В те-то годы мы смотрели с утра до ночи зарубежное кино. Из белых столбов просто постоянно возили самые лучшие фильмы, шедевры мирового кино, которое в Абгитии даже на дух не видел никто. И не все даже критики смотрели, а мы видели это с утра до ночи. И принцип был такой, все что лучшее есть на курсах. Лекции по кинорежиссуре читал Тарковский, какой-то цикл прочитал Андрон Кончиловский. Значит, как только приезжал в Москву, проводил мастер-класс, ясельянин, шипилька, там все, пожалуйста, было постоянно насыщали. Актерское мастерство и Фрост, и Василиев насыщали. У нас это другое отношение. И принцип совершенно потрясающий, правильно был. Потому что уже, мне друзья вспоминали, говорят, ты на Феллине уснул. Да, было, потому что такой напряг шел. Информативный, а потом я уснул, например, на Феллине. Я не помню. А мы Феллине, которые тебе мечтают смотреть, то смотрим, я уснул. Так что было такое, да. Уставали сильно, но зато это два года, и, в общем, вышли другими людьми совершенно. Нелегко было потом, конечно, вписаться в этот контекст, особенно в те годы. Ну, кто смог, кто-то вписался. Себя отстоял. Ну, вот это, кстати, чувствуется в фильмах Тарковского, что он был очень образованным человеком. Что он много видел, много знал. Он еще тоже занимался и музыкой, и жилписью, когда был ребенком. А сейчас многие приходят просто из-за рекламы в кино. Ну, это да. Да, и они, в общем-то, не смотрят ни Антониони, ни Бергмана. Многие, к сожалению. Ну, всегда были люди, которые относились не серьезно к этому делу. Тогда были так называемые «по блату» какие-то, но ради места в искусстве, скорее, им казалось, это престиж. но по большому счету их биография так не сложилась, это шедевр. То есть, они, может, и снимают, и свое место под солнцем обрели, но это не то место. Так что, нет, ну, это всегда так было, я не знаю. по крайней мере, своих студентов я учу действовать по гамбургскому счету, как и меня учили, а дальше, какая судьба сложится. Ну, очевидно, что вообще, как бы, ну, понимание искусства, как место, где создаются шедевры, оно отошло немножко, в силу, вот, такой меркантильный дух, общество в целом, проникнуто этим, вот оно дает свои плоды, поэтому, если подход коммерческий, то и соответственные результаты такие, поэтому приходят в это искусство те, кто в большей степени ориентирован на коммерческое преуспевание. Их становится все больше, 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 ну, хотя, ну, невозможно, тут вопрос о чем сейчас, невозможно в человеке истребить вот эту жажду подлинного творчества, какая-то внутренняя, так сказать, составляющая в нем есть, которая ему подсказывает, где подлинное, а где неподлинное, и он все равно знает, что, как глубине этой души, где дар божий, а где ищется, все равно понимает. Ну, многие такие люди, мне кажется, которые понимают, что такое дар божий, они не очень популярны сейчас становятся. Ну, да, ну, это уже дух времени, но общество требует того, кто ему близко. Ну, вот это да. Общество настроено в эту сторону, процесс-то так, связан, управлять пытается всегда искусством. Да. Вы начали свою карьеру еще в Советском Союзе, когда, в принципе, была и цензура, и все такое прочее, но, тем не менее, вам удалось создать такие серьезные произведения искусства. А вот сейчас, как вы считаете, легче вообще работать или нет? Нет, не легче, для того, что никогда не будет легче. Всегда общество в тыльной форме, мне кажется, противостоит художнику, но тут вечный конфликт есть, потому что общество, каким-то параметром, оно, ну, село объективно включено, но ниже по своим, может быть, развитию духовному, но не все общества, но такая большая часть, которую составляет, может быть, зритель. и пытается художника опустить к себе, а художник пытается поднять к себе. Ну, вот в этой борьбе происходит постоянное, как бы я сказал, с переменным успехом. А несколько слов, может быть, вы скажете о ваших студентах? Можно, да. Ну, как? Ну, вот, кстати, студенты, они наводят на мысль, всегда говорят, ну, вот новое поколение, новая тенденция, вы не понимаете, они настроены, кто настроен? Есть какие-то, я знаю, масса студентов на продюсерском отделении, непонятно, зачем они пришли, они в основном про деньги разговаривают, про другое неинтересно, искусство, и, соответственно, кино они смотрят такое все, неинтересно. Эти пришли, вот которых я набрал уже который год, они пришли заниматься искусством, не хотят ничего другого. По мере сил, насколько Богом дано, они пытаются вот создавать то, что создают, свое. Хуже, лучше, ну, неважно, пусть оно, так сказать, в чем-то наявина, студенческая работа, но оно свое, они понимают, что это должен быть слепок их в душе, вот которой они есть. То есть инстинкт того, что исподлинное в искусстве, ради чего оно создаётся, сидит в человеке от природы, понимаете? поэтому я говорю, что, ну да, время такое, но все равно оно накачивается по той стороне, все равно захочется кому-то создать, он создаст, и дальше уже все так. Могли бы Вы рассказать о Ваших творческих планах? Уже монтаж пошел, съемка закончена, это фильм называется «Сквозь черное стекло», «Сквозь черное стекло». О чем хотелось бы так зря говорить и заранее рассказывать? Ну, это современная история, это современный, это портрет современного мира, на мой взгляд, какого он есть в России, и обращение, на мой взгляд, очень важным проблемам души человеческой, взаимоотношений, ну как, это все общие слова, потому что не хочется говорить подробнее, чтобы заранее не рассказывать сюжет. Ну, в двух словах можно сказать, что это история девочки слепой из интерната, для плохо ведущих, вот, которая неожиданно, так судьба повернула, почти как у Золушки, что увидела очень богатый человек и предложила оплатить операцию и вернуть зрение очень дорогое, но она должна выйти за него замуж, просто сейчас, что называется, не видя, не глядя, никак. Соблазн великий, и вот она поддается этому соблазну, вот туда. Ну и дальше, откладывается вся эта история. Складывается, она понятна, очень трагична, вот, и возникают все другие смыслы, которые там открываются, и символы, и, так сказать, извеченная тема русского искусства, народ и власть, царь, народ, так скажем, и что угодно, поэты царь, как угодно, это всегда в России было присуще. Обращение к таким темам, начиная от такого зерна, вырастает все смыслы. Мне хотелось, чтобы эти смыслы выросли. И причем, говорю, портрет времени, портрет эпохи, портрет человеческих взаимоотношений, характеров. Дарька, главная роль мужской, Максим Суханов, у меня опять, а на роль этой девочки, дебютантка из Александрийского театра, нашего, Питерского, вот, основные какие-то такие общие. И сложно было найти актрису на главную роль? Да, конечно. Это всегда сложно, тем более в такой истории, но надо сказать, она очень серьезная от Василиса Денисова подошла, и на улице, это очень тонантливанный человек, но она еще серьезно очень работала, готовилась к роли, она изучила, так сказать, мир людей, не видящих, и мир в монастыре она пожила какое-то время, потому что это интернат при монастыре, особенность воспитания этих девочек, ну и так далее. Какие-то вещи она попыталась вобрать, что очень важно для характера, сформировать этот характер, который ведет всю эту историю. Ну, как бы сказать, если уж так обобщить, то хотелось в этой истории вдруг неожиданным образом создать, скажем так, удивительно женский образ, которым и жила в течение столетий русской литературы. Когда они говорили о русской литературе, они говорили, но он женский образ. Ну вот да, женские образы, они нечистные, они и сегодня женские образы. Так как окинули мы взглядом это вокруг с продюсером, вроде, в искусстве-то и нет этих женских образов, но да, почему бы и нет. Вот и так решили, да, напомнить, что есть такие женские образы, которые могут быть таким акамертоном нравственным для эпохи, для понимания мира, властей, богатства, чего угодно. И вот рядом с этим камертоном как-то все-таки проваливаются в бездну совершенно непотребственно. подсознание. Италия. У-у-у-у-у-у. Ну и-у-у-у. Но помните, У-у-у-у-у, Продолжение следует...